Зенит спустя год вернулся на Петровский и в каком-то невероятном матче обыграл Минская Динамо 8-1. Отличная ставка Сергея Симака на длинные забросы на Дзюбу и Ерохина, которым во втором тайме присоединился еще и Антон Заболотный. Динамо оказалось к этому не готово. Гуренко говорил о том, что он ожидал и в стартовом составе выхода Заболотного, но на деле Динамо и проигрывал верховые единоборства, и подборы, и в целом Зенит, наверное, должен был решать все вопросы в основное время, но неплохая реализация моментов, все-таки их было достаточно много, и отвратительное выведение Леандра Паредоса, который оставил свою команду в меньшинстве, не позволило питерцам решить все в основное время, и игра перешла в овертайм. После гола Минска казалось, что все, и эмоциональных, и физических сил у Зенита нет, но в очередной раз Артем Дзюба просто блестящий матч выдал, еще было несколько спорных судейских решений, казалось, что пенальти ворота Минска можно ставить еще раньше, чем это было сделано, но все-таки 2,11-метровых судья поставил, Дзюба и Мак их реализовали, потом Мак забил еще один мяч, 8-1, невероятная победа, 5 кораблей с зенитовскими болельщиками в акватории Невы у стадиона Петровский, этот вечер Питер запомнит надолго.